В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пелефец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Есть такая профессия – Родину защищать. О своей службе рассказал капитан второго ранга запаса Сергей Яковлев. Носки и пена для бритья. Что приготовили для своих мужчин саровчанки? Первая в Нижегородской области. Марию Головину наградили бронзовым нагрудным знаком юнормейская доблесть третьей степени. Далее расскажем обо всем подробно. День защитника Отечества берет свои истоки еще в послереволюционный период, когда молодое российское государство только начинало свое становление. Позже, во времена существования Советского Союза, эта дата называлась Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. О своей службе нам рассказал капитан второго ранга запаса Сергей Яковлев. То, что моя судьба была связана с военным морским флотом, виноваты, конечно, мои родители. С улыбкой на лице рассказывает капитан второго ранга в запасе Сергей Яковлев о своем предназначении. Будучи беременной, мама Сергея Михайловича решила проведать свою матушку в Томской области, поселке Моряковский затон. И в этот же день, со 2 на 3 августа, маленький Сергей появился на свет. Почему же я стал моряком? Потому что, вот сколько я помню, с самого раннего детства у меня всегда были мечты, разговоры, дела мои, детские игры, связанные только с водой. Кораблики, строгать, выпиливать, пускать. Тельняшка для меня это была без козырка. Это вообще просто подарок судьбы. Даже если фотографии мои старые взять, именно детство, то на многих я одет именно в морскую форму. Постепенно маленький Сережа Рос посещал судомодельные кружки, занимался спортом, читал соответствующую литературу. И четко понимал, что хочет стать военным моряком. И вот в 1977 году его мечта сбылась. Он поступил в Тихоокеанское высшее военно-морское училище во Владивостоке. Как рассказывает Сергей Яковлев, в первое время было тяжело. Кормили плохо, жили в боевых условиях, ночевали на двухэтажных нарах. Некоторые ребята не выдерживали такого напора и забирали документы из училища. Так как у меня была мечта всей жизни, поэтому для меня эти трудности не были такими апохальными. Но тем не менее, поэтому я сдал экзамены, хорошо, меня зачислили. Я тут же сдал большую телеграмму родителям. В период обучения Сергей Михайлович побывал на Камчатке, ходил по Тихому и Индийскому океанам. После училища Сергей Михайлович начал служить на Северном флоте. В наш город мужчина впервые приехал в 1979 году. А в 1991 он окончательно перебрался в наш город. К сожалению, в 1990 году произошло несчастье. Моя супруга скоропостижно умерла. И поэтому осталось две дочери. Ну и, сами понимаете, карьера, наверное, военного американца на этом и заканчивалась. Почему? Потому что, имея двух маленьких детей на руках, служить в районе Украины Севера – это невозможно. Тогда Сергею Михайловичу предложили должность во ВНИЕФ. Сейчас Сергей Яковлев носит звание капитан второго ранга в запасе. За его плечами огромный багаж знаний. В нашем городе он создал музей военно-морской славы. Посетить его может любой желающий. До 16 марта в Нижегородской области может наблюдаться кратковременное прерывание телесигнала в утреннее время с 11 до 13 часов. Это связано с началом весенней солнечной интерференции. Продолжительность помех – от нескольких секунд до 15 минут. График возможных помех трансляции теле- и радиопрограмм опубликован на сайте rtrk.rf в разделе «Временное отключение телерадиоканалов» и в кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в бесплатном мобильном приложении «Телегид». Другая важная информация в подборке коротких новостей. КБ-50 сообщает о том, что есть свободные путевки в санаторий Малаховка общетерапевтического профиля для взрослого населения с 25 марта по 14 апреля. В санаторий Нарад пульмонологического профиля для взрослого населения с 24 марта по 13 апреля. В лечебный реабилитационный центр АК костно-мужечного и общетерапевтического профиля для взрослого населения с 24 марта по 13 апреля. Путевки бесплатные. Проезд в санаторий за счет средств граждан. Для оформления документов обращаться в поликлинику по месту прикрепления с предварительной записью по телефону 955-58 поликлиника номер 1, 955-77, добавочный 2-115, вторая поликлиника. Акция «Снежный десант» продолжается. С наступлением теплой погоды помощь пенсионерам, которые живут в частном секторе, особенно актуальна. Нужно убрать снег, сошедший с крыши, и налить. Бойцы студенческого строительного отряда «Оборона» Сарфатыни Яумифи и волонтеры Ресурсного центра добровольчества вооружились лопатами и отправились помогать пожилым саровчанам. Более 36 тысяч вызовов поступило в Центр обработки вызовов системы 112 Нижегородской области за минувшую неделю. В службу скорой помощи обратилось на 10% меньше нижегородцев – 9149 вызовов за неделю. Также на 21% снизилось количество обращений в пожарную службу – 189 вызовов. По сравнению с прошлой неделей на 27% увеличилось количество звонков в службу газа – 261 вызов. На 10% выросло количество обращений в полицию – 3578 вызовов. Напомним, если телефонная линия 112 занята, звонящий может быть переведен на интеллектуальный автоответчик, который предложит выбрать необходимую службу для обращения из списка. Главный мужской праздник – 23 февраля в России отмечают День защитника Отечества. Женщины поздравляют своих сыновей, отцов и мужей, дарят им подарки и произносят теплые пожелания. О том, как планируют отметить этот праздник саровчане, расскажем далее. День защитника Отечества в этом году в нашей стране отметят в сотый раз. И если раньше этот праздник был исключительно для военных, то сегодня он вышел за армейские рамки. Узнаем у сыновчан, как они отметят 23 февраля и кого поздравят с этим праздником. Какой праздник отмечают 23 февраля? День защитника Отечества. День вооруженных сил. 23 февраля – мужской праздник военно-морского флота. День Советской Армии, а сейчас День защитника Отечества. Как вы отмечаете такой праздник? С родителями собираемся за столом вечером. Мама жарит курицу, ну его иногда как? С семьей, с друзьями. Поздравляю своих родных и близких, мужа. Поздравляю, он служил в армии, в Советской еще. Поздравляем мужчин своих, накрываем им стол. А у меня муж военный был, с коньяком, отмечаем. Кого поздравляете обычно? С сыновей, мужа. Друзей, коллег, все, кто причастны к этому празднику? Всех. У меня брат родился 23-го. Зятя поздравляю, еще зятя, племянники все военные, все это. Так что у меня очень много поздравлять. Сегодня сотрудников, а завтра мужа буду поздравлять. А какие подарки дарите, может быть, друзьям, коллегам? В принципе, никаких. Мужчинам не дарят подарки. Ну, обычно дарят деньги, потому что не знают, какой подарок нам нужен. Ну, бывает, что это сделаем с семьей какой-нибудь рукодельный подарок. Только денежки, если. А носки, фену для бритья вам дарят часто? Нет, я сам покупаю. Никогда такого не делала? Не дарили такого? Нет. Нет, это слишком банально. Это достаточно банально, потому что никто не знает, что именно им надо. Мне кажется, это уже каждый год девушки нам дарят пена, носки. Это уже, как бы, ничего страшного. Поздравляю с Днем Защитника Отечества и с Днем Советской Армии. Желаю здоровья, счастья и мирного неба над головой. Неба над головой, все хорошего. Пусть все остаются такие же мужественные. Желаю здоровья и долгой жизни. Канал 16 присоединяется к поздравлениям и желает, чтобы ваши победы были только мирными. Оружием была улыбка, а стрелять приходилось только в тире. Ну и чтобы рядом были те, кого хочется защищать. С праздником! Командиры военно-спортивного отряда «БАРД» школы номер 5 Марию Головину наградили бронзовым нагрудным знаком «Юнормейская доблесть третьей степени». Саровченко стала первой в Нижегородской области, кто получил награду. Нагрудный знак вручили министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и начальник регионального штаба юнормии. Одной из самых серьезных побед Марией Головиной стал финал всероссийского соревнования «Делай, как я». За несколько дней упорной борьбы за звание лучшего воспитанника военно-спортивного отряда страны Мария показала себя как настоящий боец. Из 80 человек девушка вошла в восьмерку лучших, которых отобрали в сборную России по военно-прикладным видам спорта. Мария за эти три года достигла больших результатов. Стала одним из лучших капитанов в соревнованиях «Нижегородская зорница». Стала трехкратным победителем этих соревнований. Неоднократно ездила на дивизионные соревнования. Список побед и наград Марии Головиной можно перечислять еще долго. За три года воспитанница и командир «Барса» показала высокое мастерство в военно-спортивном искусстве. За многочисленные достижения девушка удостоилась бронзового нагрудного знака юнормейская доблесть третьей степени. Мария стала первой во всей Нижегородской области, кому присудили такую награду. С какой-то чувством гордости из-за себя, из-за своего отряда, из-за вообще нашу школу, наш город подходила к начальнику штаба. И для меня это было очень важно. И вот в момент как раз получения я поняла, что вот, все, моя юнормейская карьера, это, наверное, ее пик. Я добилась максимума, чего могла в этой сфере. Свой успех Мария не приписывает только себе, но отмечает, что это заслуга и руководителя отряда, и всех его участников. Награда юнормейская доблесть – это общая победа военно-спортивного отряда «Барс». Если бы не было этой команды, не было бы моих вот сейчас самых лучших друзей, моей второй, наверное, семьи, я бы не получила эту награду и никогда бы к ней не пришла. И это не столько моя заслуга, сколько заслуга моего окружения и моей команды. И хочу им сказать огромное спасибо, что дали мне такую возможность попробовать себя в таком движении, как юнормия, и добиться в нем таких успехов. Награждение Марии прошло в Нижнем Новгороде. Нагрудный знак «Юнормейская доблесть третьей степени» соровчанке вручили министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и начальник регионального штаба юнормии. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Русскую куклу считают одним из самых загадочных символов России. Это не просто детская игрушка, а неотъемлемый атрибут древних обрядов. Рукодельницы в каждую работу вкладывают свое мастерство, опыт предыдущих поколений, свою душу. Увидеть работы саровских мастериц можно в Музее народной игрушки. Там открылась выставка декоративно-прикладного творчества. Свою первую экскурсию по выставке «Народные игрушки» Ольга Паснякова вспоминает с особенными чувствами. Тогда она очень волновалась, долго подготавливала и изучала нужный материал. Но в итоге молодому экскурсоводу помогла позитивная, заинтересованная и радушно настроенная аудитория. Ольга рассказывает, что она – экскурсовод по жизни. Еще ребенком она видела, как мама-искусствовед проводила экскурсии в Нижегородском художественном музее. Как ведут экскурсии, я видела, что называется, с детства. Поэтому, впитав эту атмосферу музея, сам процесс экскурсии, я, наверное, училась именно таким способом, то есть наглядно. И когда начала вести экскурсию самостоятельно, то весь этот опыт из детства мне очень сильно пригодился. Вопросы посетителей – это то, что может как порадовать экскурсовода, так и ввести его в ступор. Вопросы бывают и каверзные, и отвлеченные от темы, или просто сложные. Ольга считает, что в таких случаях экскурсоводу не нужно смущаться, что он чего-то не знает, и спокойно признать это перед публикой. Но потом обязательно взять такие вопросы на проработку. Я вот для себя нашла такой способ, когда говорю честно и прямо, ребят, не знаю, посмотрю, поищу и в следующий раз вам расскажу. Если интересно, приходите, отвечу на вопросы в следующий раз. Либо звоните, отвечу, или приду к вам в гости, то есть конкретно, когда класс или детские сады, и обязательно вам об этом расскажу. То есть экскурсовод – это живой человек, он что-то может не знать. Экскурсовод должен быть и профессионалом своего дела, и хорошим психологом, чтобы найти контакт с аудиторией разного возраста, суметь быстро перестроиться с одной темы на другую. Для Ольги выставка – это своеобразный мир, в котором она постоянно открывает для себя что-то новое и необычное. И этот мир музея настолько стал для Ольги родным, что она начала и сама мастерить народные игрушки – куклы. Она мне очень близка, и я стараюсь свой творческий потенциал в данный момент реализовывать именно вот в народной кукле, еще сюжеты, еще образы. Мне очень нравится. Я думаю, что каждый экскурсовод, вообще работник музея, он очень творческий человек, потому что работать в музее и не быть творческой личностью просто невозможно. Канал «16» поздравляет всех экскурсоводов с их профессиональным праздником. Желаем вам творческого вдохновения, несекаемой энергии и новых интересных открытий. Светлана Юрунова, Кирилл Новикевич, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!